МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несомненно, самым ярким событием ушедшей недели были следственные действия в рамках расследования у ФСБ по Республике Башкортостан, которые случились в ведомстве госпожи Бойцовой, в агентстве по поддержке предпринимательства Республики Башкортостан. А именно 21 июля чекисты вошли в это замечательное учреждение и совершили там выемку документов. Видимо, были какие-то опросы сотрудников и прочие следственные действия. Речь идет о том, что у ФСБ по Республике Башкортостан подозревает, предполагает, что через это славное агентство выводились деньги национального проекта по поддержке предпринимательства. Впоследствии они обналичивались и похищались. Ну, такова версия следствия. Еще неизвестно, подтвердится она до конца или нет. Но полагаю, что для того, чтобы совершить вот эти следственные действия уже непосредственно в государственных учреждениях, имелись веские основания. Мы помним то обширное негодование, которым сопровождался доклад госпожи Бойцовой по итогам ее деятельности за истекший год. Помним вот этот загадочный 1 миллиард и 400 миллионов рублей, которое Римма Юрьевна благополучно освоила на поддержку предпринимательства, но никто не заметил результатов этой работы. Мы помним и противоречивые данные, которые сообщала госпожа Бойцова о том, что численность занятых в малом бизнесе растет, а количество предприятий малого бизнеса снижается. И подобное, и подобное. Также отмечу выступление Арсена Эдвиновича Нуриджанова. В тот момент, когда госпожа Бойцова огласила этот свой достославный доклад, Арсен дико возмущался вот этой всей схемой, которая была выстроена вокруг Комитета по поддержке предпринимательства Республики Башкортостан. Я помню, как Нуриджанов четко разложил по полочкам всю эту схему предполагаемого хищения средств национального проекта на Эхе Москвы. Однако, никто не услышал эту передачу. По крайней мере, мы тогда предположили, что никто не услышал. Но вот выяснилось так, что чекисты это все дело намотали на ус. И вообще, на самом деле, я бы дал бесплатный совет нашим органам правопорядка. В открытом пространстве достаточно много данных, по крайней мере, по ведомству Бойцовой и некоторым другим ведомствам, чтобы брать и возбуждать уголовные дела. Вся эта команда, если ее так можно назвать, она, в общем-то, люди с достаточно низкой квалификацией, в том числе и в области похищения бюджетных средств. Так что, на самом деле, выявить таковые не составит большого труда. Тут напрашивается вот эта народная поговорка, как говорится, не украсть, не покараулить. Я имею в виду вот эти ведомства, которые настолько явно разбазаривают и расхищают бюджетные средства, что, как говорится, бери и сажай. Но вернемся к госпоже Бойцовой. В прошедшие полтора-два года Комитет по предпринимательству Республики Башкортостан, который возглавил Римма Юрьевна Бойцова, по сути, превратился в ивент-агентство. Основной функцией этого замечательного комитета было проведение праздников, форумов и всяких сабантуев, так или иначе связанных с каким-нибудь там предпринимательством, либо его защитой, либо его там, значит, развитием, продвижением и т.д. и т.п. И вот примерно на эти праздничные мероприятия и средства ушли те огромные деньги, которые были выделены Комитету и в том числе в рамках НАСПроекта. По крайней мере, так предполагаю я. А вот эта вот автономная некоммерческая организация, агентство по поддержке предпринимательства, которое почти сливается по названию с Комитетом, было создано при Комитете и им же учреждено. Именно с целью пропускания через себя вот этих вот колоссальных финансов. Все точно так, как говорил Арсен Нуриджанов. Вот это оно по поддержке предпринимательства, узурпировало функцию, значит, распределения и, как выясняется теперь, присвоения вот этих денежных средств, не подпускало туда никаких других предпринимателей, либо какие-то фирмы, агентства или предприятия по проведению этих мероприятий, проходило через торги или не очень проходило через торги, как говорится, следствие покажет. В итоге через вот это оно пропускались колоссальные деньги, которые, как теперь предполагает следствие, были обналичены и выведены по карманам пока неопределенных лиц. Какова перспектива, в принципе, вот этого всего расследования у ФСБ по республике Башкортостан? Чем это все закончится? Предполагать, конечно, сложно. Мы знаем, что иногда вот эти дела, которые поначалу развиваются бурно, активно и, значит, интересно в сторону наведения порядка и справедливости, заканчиваются блекло, вяло, схлапываются, схлопываются и уходят в песок. Так бывает, на самом деле, в нашей замечательной стране и в нашей республике. Тут есть и какие-то аспекты коррупции в силовых структурах, тут есть и аспекты некомпетентности некоторых следователей, которые не до конца могут расследовать хитроумные схемы, а к хитроумным схемам, конечно, госпожа Бойцова и ее подчиненные очень даже склонны. Дело в том, что Римма Юрьевна большой специалист по перераспределению бюджетных средств в неизвестном направлении. В бытность ее сотрудницы Российского экспортного центра, когда она работала еще в Москве, именно тогда произошла вот эта загадочная история с исчезновением 800 миллионов американских долларов в направлении какого-то странного, не до конца проясненного африканского банка, якобы на поддержку экспорта из Российской Федерации в эти центрально-африканские страны. С тех пор и Минфин, и компетентные органы отчаялись уже найти эти 800 миллионов американских долларов, а Римма Юрьевна благополучно откочевала в солнечную Башкирию продолжать свою карьеру. Я не утверждаю, что исчезновение 800 миллионов долларов США из российского экспортного центра напрямую связано с деятельностью госпожи Бойцовой, однако, согласитесь, это странное совпадение, что там происходят такие события, и теперь здесь у нас тоже происходят такие же события, и все это вместе, так или иначе, ассоциируется с госпожой Бойцовой. Резюмируя ситуацию с ведомством Бойцовой, я бы выразил два чувства. Это надежду и недоумение. Надежду на то, что следственные органы последовательным образом разберутся с вот этой конторой и с комитетом, сделают конкретные выводы и не будут их откладывать под сукно, как иногда случается с нашими доблестными чекистами. А недоумение тем, с какой скоростью администрация Хабирова добилась первых обысков уже непосредственно в ведомствах и подведомственных организациях. Дело в том, что, скажем, в карьере Хамитова это случилось примерно где-то на четвертом-пятом годах его работы. У Рахимова и вовсе это случилось на пятнадцатом году его правления, а у Хабирова фактически получается, на первый год его правления уже пришли первые обыски. Медийное пространство республики продолжает сотрясать Рамиля Саитова. На этой неделе она выкинула фортель, иначе я не могу назвать эту акцию, в отношении армяноязычного населения республики Башкортостан. Рамиля Саитова в каком-то парке города Уфы выискала стайку армянских девочек и накинулась на них с гневными вопросами, что они тут делают и почему так много армян у нас в Башкирии. Толерантность – это смерть девочки. Моего ребенка в Башкортостане никто не тронет. А вы кто? Я не знаю, девочки, откуда вас так много. Вы не знаете, уходите. Я должна уйти. Я должна уйти. Вы где живете? Где учитесь? Вообще, конечно, вот эта выходка, она вызвала бурю возмущения в самых разных кругах в республике. Я с удивлением и удовлетворением отметил про себя, что люди абсолютно разных позиций, абсолютно разных подходов к социальной, к политической ситуации в стране, к установившемуся режиму. Все эти люди в едином порыве абсолютно негативно оценили действия Рамели Саитовой. Я-то вообще полагаю, что у Рамели не все в порядке с психикой, хотя я не доктор и утверждать этого однозначно не могу, но судя по тому, что мы видим, такие предположения напрашиваются сами собой. Однако нужно оценивать и тот контекст, в котором все это произошло. Рамеля утверждает, что она хозяйка башкирской земли, она башкирка, и она на этом основании имеет право, условно говоря, контролировать миграционную политику в республике. То есть она взяла на себя функцию некого ментора, который будет оценивать достаточность или недостаточность присутствия на башкирской земле представителей тех или иных национальностей. Она оставляет за собой право задавать вот эти вопросы, зачем вы сюда приехали, что вы тут собираетесь делать. В общем, это, конечно, возмутительно, попахивает каким-то фашизмом. Если честно, мне лично так кажется, что это уже какой-то один шаг до какого-то шовинизма, фашизма, нацизма, чего угодно. Повторюсь, мне очень понравилось, как на это среагировала наша башкирская, по крайней мере, медийная элита. Даже какой-нибудь там Шамиль Валеев, и тот вот этим возмутился. Хотя в последнее время представители его уровня, условно говоря, вот этого медийного, там сидят где-то под лавкой и тихо тренькают на гитарах. Но даже Шамиль, значит, на эту тему высказался. Конечно, вот таким явлением надо давать самый жесткий отпор. Потому что это касается всех нас в том смысле, что вот этот национализм и шовинизм в подобных проявлениях, как у Рамели Саитовой, это некая раковая опухоль в организме. И как только эти клетки попадают в организм общества, то неизбежно находятся какие-то питательные среды для размножения вот этого мракобесия. К сожалению, так устроено. И следить за этим мы, разумные люди, должны самым строгим образом. Я не знаю, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении Рамели Саитовой. Услужливый Олег Галин уже накатал заявление в полицию по своей обычной привычке. Этот мужчина, конечно, он вообще безотказен. Ему как на кого угодно скажут написать заявление, он напишет, наверное. Ну, в общем, не знаю. Не считаю нужным жесточайшего преследования Рамели Саитовой. Однако я бы все-таки настаивал на каком-нибудь медицинском обследовании. Потому что явно просматриваются признаки каких-то психического неблагополучия. Продолжает и не затихает борьба жителей дома по улице Шатар-Уставели номер 5 против Уфимской мэрии и застройщик Андрея Носкова. Напомню, что жители разваливающегося, раскалывающегося дома номер 5 Пушата-Уставели требуют прекратить строительство 34-этажного небоскреба в 10 метрах от их многострадального дома. На этой неделе активистка этого движения Алла Яковлева, отчаявшись наладить контакт с мэром Уфы, речь идет о том, что она несколько недель уже пытается попасть к нему на прием, поговорить с ним и добиться каких-то ответов. Так вот, отчаявшись получить взаимность, Алла Яковлева развесила по городу и начала раздавать у входа в мэрию объявление о розыске Ульфата-Мустафина. В этом объявлении содержалось даже обещание некой награды тому, кто найдет Ульфата-Мустафина в сумме 1000 рублей. Ну, вообще, все это вызвало бурю иронического интереса и со стороны СМИ, и со стороны жителей Республики Башкортостан. Некоторые федеральные СМИ даже разместили информацию о том, что жители Уфы разыскивают собственного мэра. Однозначно, конечно, это вызвало дикое раздражение в самой мэрии. Через некоторое время Ульфат-Мустафин появился в медийном пространстве, и его пресс-секретарь Байдавлетов сделал заявление о том, что Ульфат-Мустафин находился в краткосрочном отпуске, никуда он там не пропадал и так далее. Более того, Алла Яковлева своими действиями, по мнению Байдавлетова, препятствовала продуктивной деятельности мэрии Уфы. Речь идет о раздаче вот этих листовок и прикреплении этих листовок под дворники автомобилей, припаркованных около мэрии. В общем, все это было весело-смешно, если бы это не начало продолжаться в несколько более ином, грубом, я бы сказал, бесцеремонном ключе. Слегка оправившись от позора, который постиг мэрию в связи с вот этим розыском Мустафина, мэрия пошла в контратаку. Причем пошла самым, я на мой взгляд, бесчеловечным и жестоким образом. В отношении семьи Аллы Яковлевны начались некие претензии и гонения. В частности, к ее сестре пришла служба опеки, настойчиво и навязчиво, пытаясь проконтролировать то, как содержатся дети в семье. Причем возглавлял делегацию службы опеки никто иной, как сам руководитель этой городской службы, что случается, прямо скажем, нечасто. Чтобы чиновник такого высокого ранга лично выезжал по квартирам проверять благополучие детей. Вслед за этим был составлен административный протокол уже на саму Аллу Яковлеву в отношении ее действий, когда она развесила объявление на собственном подъезде о сборе средств на борьбу с этим небоскребом. В общем, мэрия включила все доступные ей административные рычаги для того, чтобы воздействовать на женщин и детей, которые протестуют против ее действий и пытаются оспорить те действия и решения, которые очевидным образом были совершены не до конца выясненной обстановки ситуации, не до конца прозрачными и так далее. Я напомню, что активисты Шатару ставили номер пять, уже практически доказали то, что общественное слушание в отношении вот этого дома с 34 этажами, который строит господин Носков, прошли с некоторыми нарушениями, и это дает основания предполагать, что либо их надо проводить заново, либо нужно отменять их результаты. Я уже неоднократно говорил о том, что именно поведение мэрии и поведение Мустафина в этой ситуации, которая изначально не была ни критичной, ни какой-то сверхконфликтной, так вот именно поведение Мустафина и его пресс-службы в этой ситуации окончательно подтвердили их профнепригодность. Если до этой истории я еще колебался в оценке Ульфата Мустафина как мэра миллионного города, то теперь у меня абсолютно однозначный вывод, по крайней мере я для себя его сделал, о том, что этот человек непригоден для управления городом. Помимо того, что мы видим на улицах города и те промахи и ошибки, которые совершаются по управлению города, мы видим, что Ульфат Мустафин и его команда, если вообще можно говорить о его команде, абсолютно не справляются ни с общественным пространством города, ни с теми запросами современного мира, которые мы наблюдаем вокруг себя. Архаичный, старинный руководитель, которым бы на самом деле лучше руководить, трубами, пытается руководить вот этим миллионным городом, который является все-таки живым организмом, в котором есть памятники архитектуры, в котором есть конфликтующие группировки, в котором есть разные жители, социальные слои и так далее, и так далее. Ульфат Мустафин, конечно, вовсе не предназначен для работы на том месте, на котором он сейчас находится. На прошедшей неделе случился еще один палаточный лагерь, и это палаточный лагерь обманутых дольщиков Серебряного ручья, который теперь стоит рядом с этой многострадальной стройкой. В СМИ Республики Уфы случился некий когнитивный диссонанс, в частности, издание «Горобзор» опубликовало заметку о том, что почему-то палаточный лагерь Миловского парка прекратил существование. Однако это совершенно не так. Я не знаю, провокация это или некомпетентность журналистов издания. Но, в общем, теперь у нас два лагеря палаточных. Один в Миловском парке, другой около объекта Серебряного ручья в Дюме. Дольщики Серебряного ручья вышли с требованием включения их представителей в рабочую группу по решению проблем обманутых дольщиков. И было это вызвано тем, что при формировании этого органа, этого штаба, этой рабочей группы, в него вошли все, кто угодно, кроме самих дольщиков. Это вызвало действительно возмущение самих дольщиков, потому что Хабиров, оглашая свое решение о создании этой рабочей группы, упомянул, что в нее войдут все заинтересованные стороны. Последней каплей, конечно, стало то, что в эту рабочую группу опять включили Зульфию Гайсину, и дольщики на странице Хабирова уже открытым текстом пишут, что Зульфия Гайсина никогда не была и не будет представителем обманутых дольщиков, например, Серебряного ручья и некоторых других объектов, и они не понимают и негодуют от того, что ее туда включили, а их нет. Собственно, это и стало краеугольным требованием при создании вот этого лагеря. Жители расставили палатки в непосредственной близости от второй площадки. Там случился некий инцидент на тему законности и незаконности установки этих палаток. Но, кстати говоря, эта претензия очень быстро была снята, и разговоры о том, что с них потребовали платы за установку палатки в черте города, на самом деле не имеют под собой особой почвы. Однако, факт есть факт, палатки установлены, жильцы этих палаток разместили их, некоторые из палаток даже внутри недостроенных зданий, и выдвинули свои требования. Требования, повторюсь, эти простые, включить их представителей, настоящих представителей, а не всяких Гайсинах, в состав рабочей группы. На место выехали различные чиновники. Естественно, была милиция, полиция, которая это дело все проконтролировала, но ничего не сделала. Со стороны администрации туда приехал руководитель управления капитального строительства и рассказал протестующим о том, какова в перспективе судьба объекта Серебряный ручей. В частности, этот господин сообщил о том, что ориентировочно 6 августа будет принято решение о схеме достройки Серебряного ручья. До 6 августа рабочая группа соберется до этого устроя, рассмотрит все, как я говорю, сирийские, и будет дан резюме. И вот до этого дня, в детском времени, будет принято решение. Либо то, либо это. Но то, что, скажем, уже ваши дома будут достроены, по-другому, одному из вариантов, это уже неизбежно. Честно говоря, подобные обещания уже сыпались на дольщиков Серебряного ручья десятками за прошедшие годы, и они, конечно, не очень с большим доверием отнеслись к этому заявлению. В частности, чиновник в своей длинной и путанной речи упомянул о том, что существует два варианта решения проблемы Серебряного ручья. Первый вариант – это достройка на некие внутренние ресурсы внутри республики. Второй вариант – это достройка за счет фонда решения проблем обманутых дольщиков. Того самого пресловутого фонда 214. Однако чиновник умолчал о том, что для того, чтобы задействовать федеральные финансы для достройки Серебряного ручья, потребуется банкротство застройщика, и это довольно длинный процесс. Банкротство у Крона, который является застройщиком этого объекта, все еще не началось. И, соответственно, процесс этот займет, на мой взгляд, год-полтора, а то и два. Соответственно, перспектива по достройке отложится на неопределенный срок. Мы понимаем, что сейчас финансовые обстоятельства в стране и в республике настолько неустойчивы, настолько быстро меняются, и, к сожалению, в худшую сторону, что ожидание на протяжении полутора-двух лет, вероятнее всего, закончится вообще ничем. Тут, конечно, ситуация очень сложная, и осложняется она еще и тем, что вокруг Серебряного ручья существует масса недомолвок и непонятностей. Я говорю о судьбе вот этого вот проекта по продаже бизнес-центра «Салават Юлаев», который с помпой и очень громко заявил сам Хабиров в начале вот этого пути, а теперь эта тема аккуратненько замялась. Напомню, что замялась она, потому что некая конкурирующая группировка решила за эти деньги продать государству другой бизнес-центр, который находится в непосредственной близости от Белого дома, и вот этот вот пустующий красивый синий фасад, который торчит рядом с БГУ. Однако там что-то пошло не так. Вот с этой ситуацией мы продолжаем разбираться. Мы не понимаем, почему в итоге правительство не выкупило ни тот, ни другой бизнес-центр, и где теперь деньги, которые на это все ассигнованы. В общем, тут история очень мутная. Вот разъяснить эту ситуацию и требуют обманутые дольщики Серебряного ручья, которые поселились в этом палаточном лагере. И еще к слову об обманутых дольщиках. На прошедшей неделе ко мне обратились обманутые дольщики объекта «Самострой». Есть такое вот самоговорящее за себя название застройщика вот этого проблемного объекта. Так вот, дольщики этого объекта обратились ко мне за помощью разобраться с ситуацией вокруг Динара Зайнулина, члена СПЧ РБ, близкого друга Радия Хабирова, который, собственно, и попал в этот СПЧ только по этой причине. Так вот, господин Зайнулин, как утверждают дольщики ООО «Самострой», каким-то загадочным образом завладел 50% учредительства фирмы, которая, в свою очередь, владеет застройщиком вот этого объекта при помощи какой-то некой загадочной красноярской фирмы, организованной в 2018 году, которую господин Зайнулин позиционирует как некого инвестора этого объекта. В общем, ситуация, конечно, смутная и непонятная, я сейчас в ней разбираюсь, но меня это навело на очень печальной мысли. Дело в том, что практически все, ну, по крайней мере, многие из членов СПЧ в поисках кормовой базы относительно вот этого органа, в который они попали, нашли для себя ничто иное, как участие в процессах обманутых дольщиков. Обманутыми дольщиками занимается господин Зайнулин, как выяснилось. Обманутыми дольщиками занимается госпожа Гайсина, весьма плодотворно для себя лично и не очень плодотворно для самих дольщиков. Альмира Жукова в последнее время проявляет недюжинный интерес, значит, к судьбе обманутых дольщиков и Миловского парка, и даже некоторых объектов в городе Сочи. В общем, конечно, вот эта активность членов СПЧ в отношении одной единственной темы наводит на мысль о том, что надо бы как-то это отрегулировать. И вот в связи с этим у меня появилось одно предложение. Чтобы не доводить до греха, чтобы не получилось, как получилось с госпожой Гайсиной, и не дай бог получится с господином Зайнулиным, я думаю, что ради Фаридовича нужно предвосхитить драматические события в этом органе по защите прав человека и раздать этим людям, которых он туда понавключал, некие вотчины. Можно раздать деревня с крепостными или просто какие-нибудь бизнесы. Ну, в общем, конечно, чувствуется, что граждане эти сильно голодают, им нужно искать себе корм. И вот, пожалуй, что, наверное, сам Хабиров, будучи ответственным за тех, кого он приручил, должен и обеспечить им эту кормовую базу. Иначе они все пойдут в разнос, перегрызут друг другу глотки в борьбе за интерес со стороны обманутых дольщиков, потому что иной темы для своей деятельности члены СПЧ для себя почему-то не нашли. Традиционно немножко почты нашего канала по субботам. И в этот раз я бы хотел рассказать про два письма, которые пришли на нашу почту. Оба они разоблачают вранье высших чиновников Республики Башкортостан. И в первом письме речь идет о вранье господина Беляева, который ныне у нас находится на обучении в Москве. Учиться, конечно, Беляеву, безусловно, нужно, но, к сожалению, его отправили на какие-то там высшие курсы, а ему бы надо где-нибудь, наверное, классом пониже поучиться. И речь идет о том, что господин Беляев из недели в неделю на оперативных совещаниях заявляет о том, что в области ЖКХ никаких аварий не допущено, отключение ресурсов вне плана не допущено и так далее, и так далее. Все у него благополучно. Так вот, к нам обратились жители поселка Шафраново и поселка Нур Альшеевского района Республики Башкортостан, которые утверждают, что более пяти дней и примерно около недели даже, они находятся в условиях полного отключения водоснабжения. Более 4 тысяч человек сидят без воды, вообще без воды, от слова совсем. И при этом господин Беляев на каждой оперативке делает заявление, что у него все прекрасно и замечательно. Никто жителей Шафраново и поселка Нур не предупреждал о столь длительном отключении, никто не дает никаких прогнозов, когда же вода будет. В общем, вот это вот первое подтверждение вранья чиновников Республики Башкортостан на почте за прошедшую неделю. Второе разоблачительное письмо пришло из города Ишимбая. Из соображений безопасности я не буду называть автора письма, но, как говорится, оригинал есть в редакции. Позволю себе зачитать это письмо. Оно довольно короткое, лаконичное и абсолютно конкретное. Речь в нем идет о вранье господина Забелина, и звучит это письмо следующим образом. «Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Моя тетя работает скорой помощи в городе Ишимбая. Путинские деньги не выплатили ни за один месяц, что можно увидеть в зарплатных счетах и в налоговых вычетах. Когда ходили к главному экономисту, к слову сказать, главный экономист, это Абдрахманова Айгуль Ханифовна, и про нее идет речь в этом письме. Так вот, когда ходили к главному экономисту, нам сказали, что денег нет. А когда сослались на Путина, им ответили, что «мне Путин не указ, я тут сама Путин», сказала Айгуль Ханифовна. К слову сказать, Айгуль Ханифовна – жена нынешнего городоначальника Ишимбая. Медики писали в региональное министерство, но там отписки одни. Вообще было бы хорошо осветить весь беспредел, творящийся в Ишимбая. Медицина тут уже давно в полной и стоит троеточие. Постоянное воровство каждым новым управленцам, которые проводят новых главных экономистов, которые воруют еще больше. Этот порочный замкнутый круг рядовые медики никак не могут разорвать. Сколько бы ни писали жалоб, всегда отписки. А если проверки и приезжают, то начинают прессовать самих медиков. Понятно, что все зависит от коррупционного министерства, но это же в край надоело. С уважением, ваша подписчица. Конец цитаты. В общем, вот такое письмо пришло к нам из Ишимбая. И, честно сказать, несколько подобных писем были ранее. Речь идет о Белебее, речь идет об Архангельском районе и еще о некоторых районах Республики Башкортостан. Очевидно, что то, что декларирует господин Забелин о полной выплате полагающихся доплат за работу с COVID-19 является абсолютным враньем. Многие люди видят это на собственном примере, на примере своих родственников, на примере того, как им самим платят за работу в скорой помощи, в районных больницах и прочих медицинских учреждениях. Я не понимаю, сколько это может длиться, когда это закончится. Медики, люди, конечно, очень ответственные. Они не могут и не должны выходить на забастовки, прерывать свою деятельность, пытаясь добиться от ведомства какой-то справедливости. И тем большими подлецами, пожалуй, можно считать вот этих чиновников от медицины, которые вот этим пользуются. Понимая, что врачи никогда не бросят своих больных, эти бессовестные люди, я имею в виду чиновников, в наглую их обворовывают и в наглую не исполняют поручения высшего руководства страны и Республики Башкортостан.